Машины проезжают, эти лужи все подворота. Местные жители собрались, чтобы рассказать о проблеме, с которой они сталкиваются годами. Но добиться решения не могут. Часть дороги на улице братьев Ивановых разбита. Во время дождя вся вода с соседнего переулка стекает сюда и наполняет углубление. С первого класса дети вообще тонут в этих лужах. Дети выходят на улицу играться, они вообще полные. У нас там спортивный комплекс. Дети туда ходят через ветки, через деревья, так как у нас нету дороги вообще. Жители не раз обращались в администрацию Симферополя с просьбами отремонтировать дороги. Ваша улица в план ремонта на этот год не внесена. Были обещания внести нашу улицу в ремонт на следующий год, но, как видите, этого всего не произошло. По словам местных жителей, капитально отремонтировать дороги обещали еще в 2014 году. Дожди еще больше усугубляют ситуацию. На части улицы образуется одна сплошная лужа. Водителям также приходится нелегко. Машины порой не в состоянии преодолеть полосу препятствий из грязи и огромных луж. Вода проникает и во дворы. После сильного дождя жители не могут подойти даже к собственным воротам. Воды практически по колено. Ей некуда стекать, и она скапливается, образуя огромные лужи прямо на дороге. Галина Абисова после дождей с трудом пробирается к своему дому. Вот посмотрите, как можно здесь пройти. Вот вода стоит досюда. И как я вот иду? Вот так иду. Вот здесь вот ветка. Одна не раз лоб била. Вот здесь, как шарахнулась, чуть мозги не вылетели. Идешь вечером, ничего не видно. Фонарей нету. Вот, пролистил. Без особой необходимости жители из домов не выходят. 25 лет назад эта улица была сделана, заасфальтирована. Но в то время не учли ливневки. Какая-то улица пишет обращение. Они просят помощи. А помощь только может оказать администрация города. Выехать на месте, изучить вопрос и дать им ответ. Ремонт дороги на улице Братьев Ивановых планируется в следующем году. В ноябре прошлого года направлены предложения в Министерство транспорта Республики Крым в части реализации работ по капитальному ремонту данной улицы в 2022 году. В связи с тем, что перечень на 2021 год уже был сформирован и утвержден. А пока местным жителям приходится балансировать на бордюрах или прокладывать мостки из камней и досок через лужи. Лилия Ислямова, Аким Бекиров, телеканал Миллет, Симферопольский район.